с друзья сегодня мы рассмотрим мод для american truck simulator да нечастые кости у нас american truck simulator обычно все моды которые есть на евро truck simulator они и дублируются на american truck simulator но вот есть у нас такой mac super liner я на него делал обзор в евро так симулятор но это еще было в августе 2019 года почему-то обновление для нашего любимого евро truck simulator нету ну давайте посмотрим на основе все-таки это американский тягач посмотрим его на основе american truck simulator и так мод состоит из двух частей вторая часть это допы по свету видим что рене нейт это у нас автор нашего мото перед этим я пытался протестировать его мормона есть такой грузовичок но я там поймал такой баг что мне было стыдно показывать вам этот обзор так что я не буду его делать пока не исправит этот баг и так давайте посмотрим что из себя представляет макс super liner в 2021 году и так идем покупку грузовиков дилеры из модификации и вот наш super liner макс super liner почему-то находится в автосалоне кенворд но ничего страшного это не самое худшее что может случиться давайте посмотрим его модель очку видим что уже установленный скин magnum смотрится неплохо вот даже слету можно не тюнинговать и смотрится великолепно нужно будет заглянуть видно ли шасси и саку из окошка нашего так такой вот снежки кажется что здесь не прилегают вот эти рамки окна ну это мы все просмотрим самая минимальная у нас кабинка здесь используется давайте посмотрим этот айкап у нас вот такая вот спалочка добавляется тоже с окошком и ну в этом случае вполне может быть что мы не можем видеть наше наше шасси потому что спалка довольно таки длинная это у нас не дайкап все таки слипер второй вариант ну это просто минималистичные такая спалочка просто такая будочка блин давайте посмотрим как это выглядит ну все по минимуму только кровать больше ничего лишнего так и слипер си что значит слипер си вот это уже спалка человеческая то есть там можно уже и что-то разместить какой-то шкафчик давайте глянем что у нас поместили ну вообще-то ничего не вижу что поменялось и довольно таки темновато я вот не вижу что вот здесь находится темно нужно яркость в игре прикрутить но вне гаража у нас будет все посветлее это я вам обещаю так ну не знаю даже что использовать давайте все-таки этот вариант какая-никакая у нас спалка побольше это побольше будет что по шоссе давайте разберем какие у нас шоссе представлены в этом моде начнем с 4 на 2 вот такой вот караты но смотрите но абсолютно он не подходит к этой спалки не знаю а за что тут будет цепляться прицеп но это вообще какая-то какая-то несуразица в таких в таких случаях автор должен отсекать те элементы которые не подходят и вообще посмотрите на этот элемент где у нас цепляется наш трейлер то он входит вот эту базу на которой цепляются кабеля вообще-то должно быть наоборот это спереди это сзади но что-то тут пошло не так давайте смотреть второй вариант вот здесь уже по правильному здесь цепляется трейлер здесь цепляется кабель то есть вот это 4 на 2 я не знаю на что он рассчитан а давайте сделаем эксперименте поставим дайкап и поставим 4 на 2 вот тут так вот вот это шоссе у нас все все теперь правильно видим что она как-то подгоняется под размер кабины вот именно это шоссе под эту кабину в таких случаях то есть мы выбирая это шоссе например у нас должно загореться красным и сообщение что это шоссе не подходит под эту мы поменяем вам на 6 на 4 лонг например так вернем нашу кабинку так как у я си выбирал вот видите что происходит 6 так 8 на 4 тоже все правильно все хорошо 6 на 4 лов лов это у нас посадка клиренс уменьшается вот такой низенький ну смотрится блин великолепно мне уже даже его тюнинговать не хочется очень классно смотрится и кстати в лов он смотрится даже покруче как-то так 6 на 4 6 на 6 8 на 4 6 на 4 вот такие вот у нас варианты честно говоря судя по скриншотам на сайте где я качал этот мод судя по скриншотам у него есть и автопогрузчик есть и дом трак то есть самосвал здесь в шоссе я этого всего не наблюдаю ну посмотрим возможно это все есть в внешнем тюнинге но заранее это кажется что этого не будет потому что если есть зацеп для нашего трейлера то не никаких там траках не может быть идти речи так идем дальше что у нас по двигателям по двигателям очень большой выбор видим начиная с 380 лошадиных сил это сверх мощных какой тут самый мощный блин тут тут их так много так семьсот тридцать пять вижу уже двигатель есть опять семьсот тридцать пять повторяется ну возможно я пропустил но семьсот тридцать пять у нас мощь самый мощный двигатель которые здесь встречал вроде бы нету мощнее да это кстати 200 200 с чем-то даже видел двигатель это на что рассчитано я не знаю хорошо давайте идем дальше не будем менять стоковый двигатель стоковая трансмиссия у нас на 13 передач можно и 6 ставить можно и 18 теперь переходим к интерьеру это тоже немаловажная у нас видим такая оригинальная у нас обивка сидений такая вот кожица так посмотрим на black вариант помимо того что у нас обивка сидений и дверей и салона меняется также меняется и обивка при приборке и вы знаете мне коричневая больше нравится хотя мне не нравится вот эта черная обивка но будем смотреть его в таком варианте теперь переходим к покраскам покраски как мы видим у нас уже установлен супер лайнер magnum скинчик но давайте посмотрим и другие начинаем сверху вниз с 1 скин тоже неплохо смотрится заметьте это как как колючая проволока да вообще класс классные скины следующий скин вот такой вот светлый но почему-то у нас палка в другой цвет покрашена почему она не белая не могу понять но скин очень прикольный очень мне нравится так черный скин тоже зайдет так следующий оранжевый скин тут у нас и надпись и эмблемки классно классно смотрится скины так этот значит это что повторяется тут вроде уже был чем они отличаются бум что-то рисуночек на аэрофильтре поменялся и все ну ладно так здесь почему-то нарисован синий ага тут видим что черный остается с предыдущего скина а вот только красится аэрофильтр тут что-то не то с нашим что-то не то с нашим скином видим что красную линию это можно менять следующие тут вообще зеленый какой-то баг добавляется какие-то тут баги с вот этими скинами ну-ка давайте попробуем перепрыгнуть вот так вот вот теперь уже по-другому ну все равно вот эта зеленая штука никому не понравится я вас уверяю вот такое вот обесцвеченный так сказать скину очень классный ретро стайл просто от него тянет ретро стайл скулом вообще это классный такой скин блин мне мне понравились практически все скины опять же посмотрите с палка почему-то другого цвета какого-то розового то вон блин что-то не очень подходит так тут меня только баг опять это магнум который в стоке был что меняется бачок в красный красится ну зачем это кому это зайдет я не знаю так скины здесь какие-то тоже предустановленные простенькие видим что толк какой-то написано здесь так просто цвета еще один скинчик так последний наверное скин да вот это тоже смотрится неплохо так есть еще скины не перескакиваем ничего в принципе не сильно не отличаются макуан вот этот шикарный скин и макту тоже зайдет какой мне скин понравился я даже не могу сказать они все хороши все хороши практически ну исключение то что там красный пак добавляют так давайте посмотрим какой же мы поставим скин хочется и какой-то цветастый и хочется чтобы не сильно скучно было и чтобы не сильно так засвечено так давайте поищем тот скин который я хочу выбрать я я даже сам не определился так где же тот скин может вот этот металлик выбрать а как он такое ну давайте в металлик выберем ну классно же смотрится так идем дальше что у нас по внешнему тюнингу по внешнему тюнингу не очень много точек но бывает больше так скажу так начнем из бампер бампер адд это топ бампер видим что добавляются у нас брызговики они уходят под землю это не хорошо других вариантов нет и так понял ну это мне такое такая штука не заходит так что убираем ее так вертим вертим так булбар это защита где же бампер ребята что у нас только аддон к бамперу а сам бампер где капач какой-то ну давайте смотреть да это бампер и есть просто нас как-то немножечко сбили с толку вот этот бампер неплохой так смотрите уже есть бамперы с встроенной защитой но не хочется эту красивую решетку прикрывать его ребята очень не хочется металлик металлики от хромированные под этот скин заходят все так пластик сюда вообще не идет не пляшет совершенно так ищем 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 идеальный бампер для нашего грузовичка вот этот мне понравился тут у нас видим то ли это алюминий но то есть это подсвет скина вот эта полоска подсвет скина здесь у нас хром и классная комбинация такая так идем давайте дальше судя по надписи это у нас фарки смотрите они меняются довольно таки кардинально все хорошо выглядят давайте вот такие вот поставим фары отличная так что только капач такие вот реснички добавляет так идем дальше гриль это наша решетка в двух вариантах и два эти два варианта выглядит замечательно давайте хрома хрома добавим сюда так теперь орнамент орнамент это у нас бульдожек наш в принципе вот этот в стоке который из хрома так зеркала неужели три варианта нет варианта все-таки один по зеркалам просто идет разная раскраска худ мир корол колор пластик вот он не написано и хром давайте хром поставим для разнообразия опять же хром хром смотрим дальше вверх муха интересно назвали вот такой улавливатель жуков ну давайте посмотрим жуковый камней так посмотрим что у нас что у нас как это все смотрится не 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 ни в коем случае не советую это ставить видим как ухудшился у нас обзор так вроде бы все здесь табличку я поставлю пожалуй табличку табличку какую это по моему большая табличка я уже просто я не часто езжу да это огромная табличка заменяем ее то же самое так давайте заберем великого то но будем смотреть будем смотреть изнутри так сетка давайте посмотрим какая сеточка ну блин глянем давайте но это ужас просто мы перед собой можем не заметить даже автомобиль целый из-за такой сетки так что убираем это несчастье слишком большая сетка ну честно скажу так следующее что этот у нас сисал сюда просвечивается санвизоры санвизоры смотрим самого верха их довольно таки много так сейчас я выберу самый такой огромный санвизор по моему тату он самый огромный санвизор выберу смотрите с надписью мак и покажу вам как как в нем обзор тут этот например смотрим ну и что для светофоров даже не буду видеть с таким санвизором но окей конечно мы его же снимем я я честно говоря не знаю профит от этих санвизоров да конечно солнце не будет попадать но вы ничего не или вот это самый низкий ну посмотрите это фактически закрыто полностью окно вы видите только перед собой то есть вы не поворотом не будете видеть ничего я считаю что такие санвизоры вообще надо нафиг удалять так смотрим по санвизором мне понравился козырёчек вот такой с надписью мак так и естественно можно его под свет под свет нашего скина заходит отлично так много здесь точек давайте начнем самого верха здесь у нас точки по свету light адаптеры видим что много всяких прибамбасен так ну это по по моему это как раз то что мы ставили до поддоном но видим что они сюда не подходят они висят в воздухе это не это не то мигалочки можно ставить тайми галочки вот обратите внимание она же в воздухе вроде висит это это не то что я хотел клевая конечно штука но сами поймите что это так не должно быть нормальном моде эти мигалки сюда абсолютно не подходят так а другие варианты у нас есть кроме вот этих модов ских так ну вот такую вот например поставить но она выглядит максимально нелепо я сюда хорным например хотел поставить где хорны я их здесь не нахожу может и пропустил нет не пропустил ничего тут нету убираем эту эту нелепость так этот light адаптер идет лесом антенны добавляем я не люблю антенны но если прямые антенны то это вполне себе можно ставить а вот и хорны подъехали неплохие хорны вот эти первый вариант вроде бы великоваты но давайте максимализм так максимализм так следующая . что тут так интерьер light нужно обязательно ставить давайте белый не будем извращаться так реверс light реверс light у нас на зеркалах находится зеркала мы потом посмотрим по очереди все чтобы не запутаться так trim trim это у нас на окна давайте посмотрим только два варианта где делась один один вариант и три ну блин я сто процентов уверен что эти trim будет мешать нашему обзору ну посмотрим уже внутри так идем дальше по точкам интерьер light хорны сделали антенну сделали все вроде бы все свет я сюда не поставил бы вы сами видели что у нас со светом полный бардак light адаптеры дайте угадаю тут те же light адаптер и блин кстати можно вот такие вот ставить и нормально будет а ну-ка попробуем это единственные light и которые сюда ставятся в нормальном виде вот этот light адаптер только теперь нам нужно не попасть на наши хорны так ищем ищем вот люмен марк вот это люмен марк и второе как он называется bullet light bullet light он хромированный white какой этот я не знаю белого цвета белого цвета лампочка она не будет контрастировать с нашим с нашим экстерьером так что давайте вот таких вот white по пару штук поставим ну-ка убираем и будем смотреть как она светит светится желтым все равно я думал на белым будет светить но фарки рабочие и подходят под наш экстерьер так идем вверх тогда по точкам следующие точки вверху так эту мы уже смотрели точечку следующая точка turbo wing это у нас спойлера максимально нелепая раскраска спойлера я общение это может это под скин но смотрится ужасно так хромированный или вот такой вот такой вот незаметный спойлер очек поставим так дым добавляется у кого компьютер позволяет советую ставить дым ох какой мощный по моему это чересчур я думал тут будет нет вы знаете я вынужден отказаться потому что я думал это там небольшой дымочек будет но тут так шурует что я не знаю выключу этот дым ну и fps естественно будет жрать так мы перемещаемся на бок нашего грузовичка видим что у нас колеса свои единственном экземпляре и по дискам есть два варианта давайте посмотрим второй с белыми такими полосками почему бы нет можно ли их применить так так сейчас мы диски поменяем так где он рта white я не знаю можно ли так подъемную ось ставить такой огромный ну видим что и задняя почему-то у нас не не кастомная поменяем все на кастом на до врезается в эти в наши в наши фендеры тут нужно выбирать или же ставить какой-то какие-то другие колеса но мне это абсолютно не мешает машина все таки грузовик все таки будет ехать и главное что выглядит так как мне нравится так смотрим дальше что у нас здесь а теперь трубы 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 самый верх идем у нас сток лет только левая труба 100 крайт будут чередоваться я так понял все трубы топа с одной стороны то с двух сторон вот это так хаиста к windows тексте уже потерял ну блин только что вот это к算 один неплохо смотрится высокие трубы я не люблю уставить так и ок house 1 мне больше всего понравился хорошо а если дуть дым пустить sack house 1 как он будет валить давайте найдем этот дым н ну принципе ничего не поменялась как-то даже точка этого дыма, посмотрите как это не так смотрится, блин ну чересчур дым сделали, нужно как-то его поскромнее делать так, с нашими точками мы разобрались так, что у нас по кабелям видим, что такие вот платформочки добавляются так, а тут что, 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 что убралось, фрейм ковер, что это что это, что это видим, что опять какие-то несоответствия, это под другие шасси и не убирается но это нехорошо так делать нужно чистить вот это вот такой вот ящик огромный, ого так, дальше смотрим, дальше ну, это тоже не под это шасси, так что будьте внимательны нужно, чтобы все-таки кабеля хотя бы вот здесь вот были потому что так не должно быть ну или на крайняк их вообще-то вообще как-то под платформой находятся ну, вот такие вот нестыковочки давайте, давайте, давайте так или вообще убрать вот эту штуку мне, честно говоря, вот эти плейты не нравятся совершенно так, 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 так на чем мы остановимся так, тут же кабели будут нет, я уже начинаю сомневаться так, а ну-ка включим свет что у нас тут по свету да, свет там есть ну, урок где бы симпатично смотрится бокс я бы вообще убрал давайте вот эту штуку ставим и все так, теперь сзади что у нас lights вот такие light меняются и брызговики даже по форме так просто коробка mac ну, хочется с брызговичками давайте вот эти простенько но со вкусом отлично внешку мы потюнинговали теперь перекидываемся в интерьер и смотрим что там и так мы внутри ну, в мельком-то вы приборку уже видели но, смотрите с таким скином в стоке у нас был черный скин я забыл как он там называется все было очень довольно таки угрюмо темно а вот с этим скином уже посветлее приборка и мне как-то поуютнее даже стало на спалку это не распространяется к сожалению давайте посмотрим то, что я говорил вот смотрите как нам перекрывается зеркало так и что дым не убрал не порядок дым нафиг так где этот трим где этот трим сейчас я его тут не найду давайте с внешки с внешки вот этот трим можно найти миррорс кстати по миррорсам тоже надо было пройтись так трим вот трим убираем его теперь у нас зеркало будет хорошо видно опа все отлично видно но заметьте что здесь у нас присутствует на боковых окнах все таки есть тонировочка что я не очень люблю так 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 по зеркалам я как-то пропустил зеркала а там все таки есть варианты хром смотрите добавляется дополнительное зеркало вниз так под цвет я даже не видел что там значок мэг так убралась дополнительная ну не так уж и много но давайте с доп зеркалом побольше зеркал и посмотрим как это смотрится ну это еще дальше получается зеркало но увеличивает нам обзор под наш грузовик здесь мы видим кстати что мы тут грузовика вообще не видим возможно так правильно настроено так что у нас и bracket что это такое это случайно не по air фильтру я что-то пропустил давайте переместимся да так есть интели хромированную часть хромированного нашего вот это что здесь у нас такие держатели добавляются и что по самому фильтру блин полностью меняет можно его сделать с такими вот трубами кстати они видим что они отдельно регулируются но это мне труба здесь нафиг не нужна хотя можно посмотреть как она смотрится смотрится мне главное чтобы она не мешала моему обзору она ничего нам не мешает тут здесь чуть-чуть его видно ничего страшного давайте сделаем ту же операцию на нашем фильтре так как что я там выбирал я уже не помню bracket хром так добавили так и сам фильтр надо поменять какой он там был вот такой все ну неплохо смотрится футуристично даже немножечко давайте вернемся в кабину и продолжим тюнинг нашего старичка так что у нас здесь здесь зеркала только материалы меняются табличку все-таки придется убрать я считаю потому что так где табличка нафиг потому что она полностью закрывает наше зеркало кстати тут есть таблички поменьше а ну-ка рискнем нет все таблички закрывают нам наш обзорчик это мне не нравится так брать ее нафиг все никаких табличек так по фильтру мы уже разобрались по зеркалу разобрались смотрите тут такая приятная мелочь можно поставить колу сюда так надеюсь она не упадет по рулям видим что тут все возможные рули поддерживаются что DLC что Сисловские родных рулей у него два вот этот неплохо смотрится блин если бы еще салончик у нас сбеживает такой отбивочкой было бы классно но этот рул мне нравится потому что он максимально открывает обзор на наши датчики здесь у нас мили естественно показывает так следующая точка это опять же таблички это у нас по нашему шилтигу немножко подтормаживает почему-то интерфейс сейчас но не будем отвлекаться сетку мы уже смотрели давайте еще раз покажу ужаснейшая огромнейшая сетка так а что у нас по козырьку неужели неужели он так сильно закрывает так с виду не скажешь а вот внутри смотришь он как будто так наклонен сильно ну да ладно все равно обзор лучше чем с остальными санвизорами так по GPS как мы видим GPS тут не установлено но то что я люблю что хорошо расположены у нас сисловские точки на окне и мы можем запросто просто любой из представленных GPS втулить сюда так он попадает под козырек блин это нехорошая идея том том вообще перекрывается ай-яй-яй плохо плохо а давайте его сюда попробуем так не будем спешить давайте другие точки рассмотрим это у нас козырек это у нас сисол так подсветку какого мы цвета будем ставить белого так виселочки 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 радио радио у нас вообще есть радио нету сисловское радио давайте посмотрим тоже с козырьком не контактирует так сказать так что откажемся от радио давайте вот такой самолетик сюда поставим так так reverse light это наружка наша trim это что за trim а все вот аж где этот trim почему точка аж тут фиг его знать здесь у нас пусто все reverse light ну больше точек нету я не наблюдаю так а что у нас здесь здесь у нас только к сожалению так а что вот эту мопилку можно поставить вот здесь же ставится gps только смотрите такой облом он повернут блин на улицу эх незадача незадача да с расположением тут немножечко облажались видим что все предметы так располагаются неправильно к сожалению так мы баночку убрали вдруг она упадет так здесь же не может быть gps не может ну получается что у нас только вот здесь можно gps давайте смотреть другие точки давайте например вот сюда представим его нам обязательно нужен gps потому что у нас ни бортового ничего нету чтобы хотя бы gps был вот здесь gps ставится просто идеально идеально еще раз посмотрите вот это размещение inline в линию вообще вот по центру gps находится вообще не в углу где-то не вверху что нужно голову поднимать а именно по центру под козырьком вообще идеальное размещение gps считаю так так и оставим так вот этот штурмовик этот мне что-то не нравится давайте вентилятор попробуем сюда поставить да немножечко козырьком задевается но будет комфортно водителю все-таки так здесь у нас зеркала тут что у нас по точкам давайте пройдемся по всем точкам даш ага даш два разное размещение предметов еще можем здесь предметиков понаставлять интересно если сюда поставить трак инфо ну я думаю что далековато будет водителю туда смотреть ну обойдемся без трак инфо хорошо так кого мы тут так льва какого давайте льва он такой максимально нейтральный так бастон бастон почему он называется бастон это у нас ручка аппп так смотрим какие есть варианты ну в принципе если вы играете в american track симулятор вы все это дело видели как по мне вот это самое удобное пониже или вот такая но она тут уже часть приборов будет перекрывать тоже неплохой вариант но я остановлюсь на вот этом так 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 по рулю мы уже разобрались кстати еще аксессуарчики можно сюда добавить видим что есть выбор по аксессуарам так теперь по сидению нашему пассажирскому пассажира к сожалению нельзя всегда посадить видимо из-за высоты так ну карту или журналы пиццу я не буду ставить давайте карту поставим чтобы быть в курсе где мы находимся так здесь у нас что это опять я на трим попал больше точек нету вот эту обивочку у нас менять нельзя только в вариантах интерьера там их два напомню где тут интерьерчик вот так вот меняется и все больше вариантов у нас нету мне дерево это побольше нравится но это же дерево здесь как будто как кожа хорошо давайте мы уже все точки прошлись я пристегну к нему стандартный трейлер все таки нужно посмотреть что там с проводами происходит и посмотрим его уже в игре итак мы находимся в нашем именном городе юджин смотрите по кабелям все хорошо прицепил я к нему стандартную такую цистерночку смотрится неплохо цвета не такие как я думал я думал все таки ближе к металлику здесь какой-то темноватый цвет скина не то что я предполагал вот посмотрите на саму цистерну и на цвет ну в принципе неплохо неплохо я ни о чем не жалею затюнинговал его отлично перемещаемся в кабинку и смотрим что у нас по кабине ну неплохо правда спалка как оставалось темное так и остается ну какие-то текстурки там все-таки есть но мне абсолютно там ничего не видно в игре я не хочу крутить крутить яркость мне и так все устраивает тонированные у нас окна днем вполне себе все нормально вечером будет похуже приборочка следующим образом выглядит топливо у нас там температура то есть там у нас масло здесь топливо находится почему показывает что у нас топлива практически нет ну вот такое вот так хорошо посмотрели видим что у нас регулки ключ видим нужно посмотреть будет ли он вращаться когда мы включаем двигатель давайте это и сделаем да у нас анимирован ключик это очень хорошо так сразу переходим к тестированию поворотники индикатор видим что у нас один ручка анимирована поворотников ну как есть сделали то есть так и должно быть в этом грузовике то есть один индикатор и на правый и на левый да это неудобно особенно с вот этим рулем потому что смотрите стоим мы на перекрестке ждем своего поворота и у нас руль перекрывает вот этот индикатор поворота то есть руль нужно под вот эту приборку менять все таки я думаю сигнальчик еще проверим с сигнальчиком все хорошо что по зеркалам зеркало как минимум капотное нужно редактировать потому что смотрите сложно определить где у нас грузовик где дорога ну где кончается наш грузовик вот если в правом капотном зеркале еще видно часть грузовика то здесь у нас грузовика абсолютно не видно в зеркалах основных все нормально они сильно вынесены так что все таки рекомендую вам пользоваться зеркалами капотными что по gps gps сисловский с ним вы знакомы посмотрите насколько удобно такое размещение я прям не нарадуюсь очень классно даже хотелось бы немножечко побольше там есть еще второй вариант от сисла он чуть-чуть больше ну и этот вполне себе нормальный так что у нас по нашим педалям да видим что педальки у нас нажимаются но ручка кпп у нас не работает так что еще хотелось посмотреть ну в принципе все давайте переходить теперь к тестированию дождем включим дождик пошел у нас дождик видим что капли и на боковых кстати сразу проверяем я забываю все время проверить наши окна так видим что даже ручка стеклоподъемника анимирована это вообще супер правая также открывается и также анимировано все замечательно капли не остаются в воздухе это просто хорошая новость так что у нас по дворникам включаем дворники ну по анимации дворника там какая-то кнопочка смотрите как интересно в трех позициях классно реализовано необычно необычно дворники стирают неплохой обзор единственное что капотные зеркала все равно будут в этом в каплях дождя вот неплохо было чтобы сами зеркала были чуть-чуть правее вот левое чтобы правее это соответственно левее не кстати правое хорошо видно оно стирается а вот на левое дворники не действуют получается вот такая вот история так хорошо дворники работают посмотрим снежки как это выглядит идеально прилегают к окну все хорошо и давайте включим теперь ночь два часа ночи обычно ставлю чтобы потемнее включаем фарки то что я и читал в комментариях почему-то люди жалуются почему свет у нас основной свет вот дальний я включил почему он синего цвета и посмотрите какой ядовитый свет да это мало кому понравится фары белого цвета почему-то свет от них идет такой синеватый не очень хорошо но по освещаемости все окей хорошо выключаем это дело смотрим на поворотники так что с поворотниками так я что не понял я вообще нифига не понял ребята а где поворотники почему почему нету поворотников я что где-то поворотник не поставил или что вообще я не вижу поворотников ну сзади да сзади да светится поворотник спереди где поворотник ну вот такой вот недостаток я не знаю что то что я мог проглядеть вообще в стоковой комплектации должны быть поворотники я не мог там не поставить их потому что так не должно быть но вот с такими столкнуться что поворотников у нас нету вот не спереди не по бокам только сзади у нас поворотники присутствуют так все выключил выключил отлично так хорошо если включить свет и включить поворотники не ничего не меняется вот такая вот история неприятная конечно история перемещаемся в кабинку дворники нужно выключить видим что подсветка у нас приборов всегда белого цвета теперь включаем освещение появляется вот этот синий ну смотрите вот это у нас будут светить у так дальние но это никуда не годится я разделяю негодование пользователей которые писали там в комментах мне вот синий этот не нравится абсолютно так что у нас по подсветке подождите кабин лайт я точно выбирал стопудово но у нас не включается подсветка так может у меня там управление что-то не так сейчас перепроверю так и есть я ничего не менял у меня мигалки нова включается но никакого никакой подсветки в кабине я не получаю вот такая вот тоже история и может быть я что-то там не углядел чего-то там не сделали на какую-то другую клавишу если у вас удалось включить в этом грузовике подсветку то напишите вы ну никак не включается у нас только светится белым наши приборы и все это не очень хорошая ситуация тем более что у нас тонированные боковые окна вот в зеркалах я ни черта сейчас не вижу совершенно я не вижу даже зеркало это так хорошо включаем денег что касается нашей приборки то к этому рулю не подходит то есть это этот руль не подходит к этой приборке потому что он перекрывает наш значочек наш индикатор поворотника ну так не годится не должно так быть так что выберите другой руль или же ну там ориентируетесь по звуку что вы поворачиваете индикатор то один он не показывает справа и лево но так вот есть как есть так анимация парковочного также есть и прикольный значок парковочного тут все хорошо кстати по свету я не смотрел по свету здесь у нас переключатель или нет вот нет у нас переключение по свету и по свету что мне не понравилось я не знаю как или я в чем-то не разобрался поставил белую подсветку в кабине но почему-то ничего не подсвечивает ну подсвечиваются приборы но наш интерьер то есть наша кабина не освещается почему-то если кто-то кому-то удалось включить или там бывает такое что один свет не работает 2 работает ну пока что так капотное зеркало вполне себе нормальные левое нужно отстраивать чтобы видеть свой грузовик хотя бы частично потому что вот правый его видно здесь мы не можем ориентироваться где наш грузовик и это будет плохо при маневрах каких-то так двигатель можно уже глушить а кстати еще сигнальчик не проверил ну такая вот пищалочка выключаем двигатель все остывает наш двигатель и теперь идем на внешку внешка этого грузовика мне очень зашла очень прикольно смотрится он много кастомизации есть конечно и но здесь давайте вначале с плюсов много кастомизации очень есть несколько вариантов по кабинах прикольные аэрфильтры можно даже дым включить не каждому дым дым конечно понравится он так кстати что я натворил с нашими колесами смотрите только теперь заметил что в гараже этого не видно было что диски я поставил они к задним колесным парам не подходят так что имейте это в виду в принципе это белая полоска тоже сюда не заходит будем вот так вот смотреть чтобы не видеть мою ошибку так хорошо что не понравилось не понравилось то что не все детали подобраны как полагается то есть к одной кабине мы ставим 4 к этой кабине мы ставим 4 на 2 шоссе и она неправильно располагается некуда то есть у нас будет наш трейлер вижу въезжать нашу кабину получается вот такая вот история то есть нужно все-таки отделять для таких-то кабин такие-то шоссе вот так вот по правильному делается но в целом мне мод понравился 8 из 10 ему конечно же ставлю и еще чуть не забыл главный недостаток почему-то поворотники у нас не работали поворотники как мы видим у нас установлены видим что есть и дублирующие но почему-то включаем ночь сейчас еще раз перепроверю так включили ночь включили двигло включаем поворотники поворотники у нас не рабочие вот такая вот история с поворотниками у нас беда почему-то сзади поворотники работы этот спереди поворотники не работают возвращаем день вот такой вот мог супер лайнер кастом также обратите внимание что на некоторых сайтах идут скриншоты там где дам трейлер ну то есть самосвальчик идет там разные виды варианты по шасси с краном этого я здесь ничего не нашел возможно допами это можно делать но вот в стоке как предлагают мод это не делается спасибо за внимание что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой канал и до новых встреч на новых обзорах пока